Молчаливый убийца, так прозвали угарный газ, без запаха, цвета и вкуса, легко смешивается с воздухом и быстро распространяется. Чтобы забрать чью-то жизнь, такому убийце понадобится всего несколько минут. Но от всего этого обезопасить себя может сам человек. В пожарной части города Бендера рассказывают, в прошлом году жертвами угарного газа стали 16 человек. Двое погибли, остальные пострадали. Практически во всех случаях причина одна – неправильная эксплуатация бездымоходной газовой колонки. В инструкции по эксплуатации газовых колонок написано четко, черно по белому, что эксплуатировать газовую бездымную колонку можно специальный интервал времени – 8-15 минут. Потом после этого эксплуатации нужно ее выключать и производить открывание или окна, или форточки, или двери, производить большой приток воздуха, очищающий данное помещение. Печальная статистика растет в зимнее время. Все потому, что люди, пренебрегая своей безопасностью, закрывают все вентиляционные каналы, чтобы в квартире было теплее. Но порой цену за такое тепло приходится платить слишком высокую. Подобный случай произошел недавно. Используя колонку, хозяева забыли проветрить помещение. Как итог, четверо взрослых и трое детей оказались в больнице. Они поступили в отделение реанимации. Была проведена кислородотерапия детям. В состоянии средней степени тяжести, в удовлетворительном состоянии, дальше дети были переведены в педагогическое отделение. В данный момент состояние детей удовлетворительное. Дети выписаны домой. Поступили в педагогическом отделении 4 пациента с диагнозом острое отравление, продуктное угорение угарным газом. Была оказана соответственно неотверженная медицинская помощь. И по улучшению состояния на второй день, они были выписаны по ихему расстоянию домой. Медики настоятельно рекомендуют при первых же симптомах отравления сразу обратиться к врачу. Но чтобы не пришлось этого делать, специалисты рекомендуют соблюдать простые правила. Следить за состоянием газовых колонок и ни в коем случае не закрывать вентиляционные каналы. Сюзанна Авокян и Павел Божонко, Первый, Приднестровский телеканал.